Мы любим гостей, ждём их и постоянно приглашаем. Тех, кто к нам приходит, мы угощаем сладким чаем с печеньем. А они взамен оставляют нам то, что поистине неоценимо, то, что спасает человеческие жизни. Меня зовут Татьяна Горковенко, и я лаборант по тестированию крови. С химией в школе не дружила, предмет этот не любила. Сначала работала в областной больнице медсестрой. В отделение, когда приходили лаборанты, чемоданчик у них был такой, там пробирочек столько много. Было интересно, что это, как это, почему. Получила первичную специализацию в Алма-Ате два месяца. Стала лаборантом. Доноры к нам приходят, внизу в регистратуре они заполняют анкету. У нас лаборатория первичного тестирования крови. Мы обследуем на группу крови и на гемоглобин. Ниже нормы до кроводачи не допускается. Мы всех встречаем радостно, конечно, но можем отказать в донации, да, по показаниям. Крови берут 450 миллилитров, ну, плюс пробирочки на анализы. Даем сладкий чай с печеньем перед кроводачей непосредственно. Бывают люди приходят, которые не позавтракали, а кроводача – это всё-таки физический толчок для организма. Можно донора направить на сдачу крови, можно направить на сдачу плазмы. Или аппаратный тромбоцитоферез, то есть на сдачу тромбоцитов. Вообще препараты крови переливают по экстренным показаниям. Назначают, что именно данному больному нужно, врач. Либо это тромбоконцентрат, либо это эритроцитарная масса, либо это плазма. Плазма – это жидкая часть крови, которая содержит очень много белков, микроэлементов, не содержит эритроцитов. Стоит аппарат, он работает по типу сепаратора. Густую кровь эритроциты он возвращает донору, а вот жидкую, вот эту светлую часть – в гемокон. Это называется плазмаферез. В донорском зале у нас набирают 4 пробирки. Одна из них приходит к нам на биохимические анализы, чтобы посмотреть на общее состояние организма. Можно ли этому человеку сдавать в дальнейшем кровь, не болен ли он сейчас. Раньше, да, раньше были пробирки, были железные скарификаторы, люди боялись к нам идти. Теперь у нас все изменилось, у нас все одноразовое, сводится до минимума участия человека. Очень нравится мне. Два года назад нам поступил новый аппарат, биохимический напольный анализатор. Делает практически все, всю таблицу Менделеева. В центре крови есть отделение выдачи готовой продукции. Кровь хранится там в специальных холодильниках. Эритроцитарная масса хранится при температуре 2-6 градусов. Плазма хранится при минус 30. Плазма замораживается сразу. Вся кровь у нас вирусоинактивированная, то есть обработанная специальным аппаратом, из нее удалены все бактерии, вирусы, кровь безопасна. Бывают такие ситуации, когда в больнице необходимо срочное переливание тромбоконцентрата. Тромбоконцентрат не хранится долго. В таких случаях мы вызываем наших доноров. Донора поднимаем с постели, просим, придите к нам, пожалуйста, выручите нас, пожалуйста. Люди очень хорошо идут нам навстречу. И зачастую они даже не знают фамилии этих людей, которым помогают. Правда, вот они до такой степени, самоотдача у них. Вот я могу себя частичку отдать, значит, я иду это и делаю. Скоро у нас День донора. Хочется в этот день поздравить всех доноров с этим праздником. Этих замечательных людей, которые приходят на помощь совсем незнакомым людям, не требуя ничего взамен. Пожелать вам крепкого здоровья, хорошего настроения и успехов во всем. Поблагодарить вас за ваш вклад, за спасение человеческой жизни. Наша кровь уникальна по своей силе. Она делает почти невозможное, когда речь идет о спасении человеческой жизни. И как приятно осознавать, что в этом большом деле есть и мой маленький вклад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин